У нас сегодня достаточно чепетинная и сложная тема. Согласны? Да. К сожалению, надо констатировать факт, что это заболевание, заболеваемость онкологии растет и реально уже масштабы эпидемии. И одна из таких статистик, которая меня впечатлила, это еще был, сейчас скажу, это было где-то 2005-2006 год. Можно я сдам, чтобы перепутать? 2005-2006 год. Еду на поэкскалатору в Киеве. Дочка там начала учиться в Узе. И читаю. Каждый седьмой житель Украины онкобольной. Как вы думаете, за это время улучшилась ситуация или ухудшилась? Мы чувствуем, что в разы ухудшилась. То есть сегодня, если раньше, допустим, 20-30 лет назад, встретить человека с диагнозом, допустим, сахарный диабет или онкология, это было такое достаточно редкое явление, то есть это переживалось как действительно трагедия, горе, такой индивидуальный какой-то случай, то на сегодняшний день уже я, скорее всего, не ошибусь, если уже нет такой семьи, в которой в ближайшем чуть-чуть отдаленном окружении уже есть такие свои собственные больные, а часто еще и не один. Поэтому факторов, конечно, которые к этому ведут, мы сегодня тоже обсудим. И вообще, моя сегодня задача представить мое личное видение от собранной информации, что ведет к такому заболеванию, как онкология, почему она учащается, ее становится все больше и больше. И я думаю, что не мере-не важна вторая часть, а что мы можем сделать с помощью внутрецертиков и образа жизни. Согласны? Да. То есть, что же все-таки делать? И в какой-то степени, конечно, будут две части, может быть, там, что делать. Одна часть, что делать, если уже случилось. И я бы все-таки акцентировался сегодня на той части, что делать, чтобы не случилось. Да? То есть, потому что, хотим мы или нет, но одним из факторов развития онкологии является рост. То есть, продление среднестатистических сроков жизни таким фатальным образом ведет к тому, что вероятность наступления такого заболевания возрастает. Ну, мы чуть дальше разберем, какие нюансы есть, что я к этому ведет. Но, то есть, биологический возраст, физический, календарный возраст – это тоже из фактора риска. Поэтому, так как мы хотим-не хотим, но если мы хотим жить дольше, но будем входить в эту зону риска все выше и выше, то желательно будет подстелить соломку и желательно не попасть в эту ситуацию. Собственно говоря, опять-таки, саму лекцию я построю на двух частях. Первая часть – это причины появления этого заболевания. То есть, какие есть теории, какие есть наработки, исследования по причинам развития онкозаболевания. Вторая часть, как бы я бы разделил. То есть, есть факторы, которые вызывают развитие опухоли, а есть факторы, которые тормозят. То есть, чтобы мы понимали, именно во второй части, ну, первая – это как избегать, соответственно, рисков, да? А вторая часть – а что нужно делать в своем организме, чтобы это заболевание не развивалось? Я, ну, ладно, пока не буду двигать ремчатку. Пока что у меня все получается на пальцах, да? Расскажите. Вот. Ну, давайте начнем с первой части. Причины появления. Таких причин много. Ну, наверное, ну, одну я из них уже назвал, да? То есть, это глобальное, не знаю, как правильно сказать, взросление или старение населения человечества. Вот. Потому что многие опухоли встречаются уже там больше 50 лет, старше 50 лет и так далее. То есть, ну, с другой стороны, если посмотреть на статистику, опять-таки, вот про кладбище я говорил, Аркадий Иванович, вот, я как-то тоже так попадаю на эти, вот, в эти места. И действительно, в разных странах разная продолжительность жизни. В разных странах разная продолжительность жизни. И, так, ну, про возраст, и дальше просто говорю. Что я эту тему оставил, то есть, просто будем заниматься профилактикой. Значит, следующий фактор, который я бы выявил, ну, как, знаете, обозначил как наиболее значимый в данный момент, потому как ему в официальной медицине придается очень большое значение. Это инфекционная теория. Инфекционная теория, а так как из инфекций, которые встраиваются в геномный аппарат клетки, откуда происходят остальные изменения, это вирусы, то основная, конечно, роль отводится в инфекциях, это вируса. И, вы знаете, я бы разделил, ну, я бы разделил, авторы делят вирусы на две категории. То есть, одна категория вирусов, которые мы с вами привыкли воспринимать, как инфекцию, да, ну, условно говоря, я не говорю, что это грипп, в этом повинен там, ну, то есть, допустим, вирусы гриппа, ветерина и успе и так далее, нам известно, да, то есть, мы воспринимаем как тотальную инфекцию, да, ну, в том числе и попеломовирусная инфекция, в частности, да. А, сейчас скажу, а вот, если говорить об онкогенных еще вирусах, есть вирусы, которые не имеют характер именно инфекции, то есть, они не работают как инфекции, то есть, поражение с ярко выраженной картиной, там, какими-то проявлениями и так далее. То есть, это такие виды вирусов, которые, грубо говоря, тихо делают черное дело, то есть, они попали в организм, строились, перевели трансформации геномного аппарата ДНК-РНК, это ДНК-РНК, содержащие вирусы, изменили клетку, изменили ее, путь развития дальнейшей, вот такой неопластический, и, грубо говоря, сами эти вирусы уже не несут дальнейший такой, какой-то инфекционный или не размножаются таким образом, ну, глобально, да, то есть, уже дальше эта клетка, поврежденная в свое время геномный аппарат, поврежденный вирусом, он уже самостоятельно начинает уже промоксировать дальнейшее поколение, вот, дегенерацию конка клеток. И о таких вирусах, скорее всего, мы с вами даже не задумывались, согласны? Вот что, какая ситуация существует? Может быть, вы где-то в каких-то лекциях по здоровью, где-то вы слышали о приорных инфекциях, да, слышали, да, какие? То есть, это вот категория вот таких именно инфекций, которые, почему есть, в том числе и большое количество, ну, часть, часть мубликации сопротивления использования препаратов крови, в том числе и крови животных, ну, фармакологии, фармакологии, может быть, приливки и так далее, потому что с белковым материалом на сегодняшний день просто уровень достаточно высокий, чтобы выявить все вот эти заражения, поражения, выявить, отфильтровать и обезопасить нас от каких-то таких сюрпризов в будущем. Мысль понятна, да? То есть, поэтому глобально, конечно, желательно избегать любых контактов с препаратами крови и так далее, и так далее. Из наиболее тех инфекций, которые на слуху на сегодняшний день, ну, их роль более-менее, скажем так, доказана и признана, по крайней мере, медицинским сообществом, это вирус папиллома человека ведет к поражению шейки маккера, к гортани, слизистой гортани, то есть это вот две локализации для развития именно таких онкогенных форм папилломной вирусной инфекции, вот к развитию таких видов алкологии. Ну и второй вид инфекции, не относится к вирусам, это хеликобактерная инфекция. Хеликобактерная инфекция. Статистика такова, что при гастритах, язвенной болезни, без образования язвы, обнаружится до 30% хеликобактерной инфекции, при язвенных дефектах на слизистой до 70%, в случае, если развивается рак желудка, 98% случаев обнаруживается хеликобактерная инфекция. Ну, таким образом связывают инфекцию и развитие процесса. С другой стороны, факт есть факт, да, поэтому отвергать сложно. Ну, с другой стороны, можно предположить, что именно снижение защитных, локальных защитных свойств организма ведет к тому, что хеликобактерная инфекция присутствует везде, в окружающей среде. Снижение локальных защитных свойств организма приводит к тому, что хеликобактерная инфекция там успешно приживается. Ну, давайте не снимать со счетов, такой вариант развития потому что если мы принимаем только одну сторону одну концепцию то мы называются отсекаем другие способы борьбы с данным фактом понеслась и так идем дальше скажем так по инфекционной теории ну опять-таки есть есть сообщение есть исследования ну насколько они там достоверные насколько это на самом деле так может быть открытой информации также связывают инфекции с рекомонадной инфекцией с грибковой инфекцией но в любом случае факт хронического воспаления любой природы любой природы любого инфекции он тем не менее будет стимулировать развитие сначала защитных свойств локальных защитных свойств то есть это будет быстрее взамен поврежденных и погибших быстрее регенерация будет ускоряться будут какие механизмы на каком-то процессе в каком на каком-то этапе при хроническом воспалении этот процесс может привести не контролирует часть клеток мутируют под влиянием этих скажем так раздражающих стимулирующих факторов и может перерождаться уже в хронический воспалительный не воспалительный, а уже в онкопластический процесс но в связи с этим знаете что еще дело в том что я сталкиваюсь в своих консультациях с тем что так как я врачу гинеколог то есть чаще всего это с гиопсией шейки матки с каким-то исследованием шейки матки когда на фоне воспаления берут гистологические заключения пытаются дать ответ и потом люди на фоне воспаления пытаются получить консультацию то есть по большому счету это официально тоже корифей медицины говорится о том что на фоне воспаления делать выводы о онкопроцессе недостаточно корректно нужно провести какую-то часть противовоспалительной терапии какое-то время местное и общее а уже там хотя бы через 10 дней через две недели вот тогда уже брать биопсию когда основные воспалительные явления будут сняты основные методические процессы будет таким образом подать а может через месяц это нужно сделать и вот тогда уже делать выводы по поводу насколько здесь выражены вот эти процесс процессы дисплазии метаблазии клеток и насколько это уже приближается к онкологии то есть я сейчас поднял другой вопрос еще что часто воспаление инфекция может давать ложноположительные результаты и преждевременно их трактовать нет необходимости мысли понятно что то есть на фоне воспаления трактовать результаты в конечном варианте вот именно так и все не стоит не стоит сбрасывать со счетов предположительный диагноз но в то же время говорить что уже все это уже конец света и уже именно такой диагноз тоже этого делать не стоит провести в такую противовоспалительную терапию и в том числе она эффективна именно продукции компании нсп мы таких результатов не огромное огромное множество следующий следующий фактор у меня есть лекция по метаболическому синдрому можно сказать метаболический синдром это предшественник сахарного диабета вот такая нулевая стадия и сопутствует метаболическому синдрому избыточный вес так вот статистика говорит о том что у больных с сахарным диабетом развитие онкологических процессов происходит в три раза чаще чем у людей без сахарного диабета собственно говоря то же самое касается и метаболического синдрома любого личного веса согласны что это коррелирует 30 лет назад скажем так средний индекс масса тела у населения 30 лет назад и сейчас согласны то есть и собственно реаконка процесс и сахарный диабет уже за это время значительно шагнули вперед то есть можно сказать если так исторически проанализирует два эти фактора то они собственно я тоже ложатся в этот год и подтверждают данную форму мы даже выберем такую статистику что это конкретно по раку молочной железы самораспространенный рак в россии я думаю что статистика похожа на все регионы снг так вот каждый пять килограмм повышают риск развития рака молочной железы на 48 процентов каждый личный 5 килограмм согласно что это много поэтому будет ли говорить о том что нам нужно сделать со своим телом чтобы не попадать каждые пять килограмм повышают риск развития рака молочной железы на 48 процентов проводится такое анализ исследования это медицинские руководители россии онкологи говорят о таком факте следующий я не буду сейчас подробно об этом говорить на единственное что хочу может быть сразу у нас ведет в будущем витамин д3 да мы ждем на рынок раньше мы попутно его принимали в продукции компании мы спитом кальция магнихила то есть и плюс коктейльчики принимали получали результаты и до конца может быть ну я о себе давайте о себе буду говорить и до конца не мог объяснить или иные процессы только кальцием потом я подумал что это маленький а потом понял что это еще и для 3 оказывается работа поэтому такие простые продукты на карте как карте магнихилата оказывает такой феноменальные результаты как я считаю моих пациентов знакомых и больных вот у клиентов поэтому витамин d3 отвечает на сегодняшний день отвечают сегодняшний день за работу двух тысяч генов в ядре клетки в геномном аппарате это по-моему две третьих от геномного аппарата с половиной тысяч согласитесь что это огромный потенциал да то есть если мы говорим что онкология по сути делать изменения клетки на уровне генного аппарата или размножение деления и так далее то есть это мутации до витамин d3 как фактор контролирующий процессор тоже является важным точно так же как витамин d3 отвечает за дефицит витамина d3 отвечает веточный вес развития сахарного диабета метаболический синдром это вот кто же я в лекциях и материал вы сможете найти в интернете это не является тайной за своей печати или моим таким личным надлюдением следующий такой важный фактор давайте ему же они говорили это генетическая теория или мутационная теория генетическая теория это том что есть выявлены некоторые виды генных заболеваний в частности например синдром дауна где часто развиваются именно опухоли этих людей потом другие другие разные заболевания которые ведут к развитию онкологии которые приводят к развитию онкологии собственно говоря наследственная теория она есть но вы знаете что наследственность играет только 10 процентов от факта 10 процентов всего влияния на наши остальные другие факторы питания внешняя среда медицина то есть эти факторы более важны теперь следующий очень важный фактор я считаю это стимулятор роста питания стимуляторы роста питания я бы назвал пищевая химия вчера говорил о такой шутке которая в польше на лекция заходишь в магазин там два отдела с одной стороны бытовая химия с другой стороны пищевая все упаковано термообработано нашпиговано различными стабилизаторами продукты животного самость нашли гола стимуляторами роста скажите растение тоже не стимулятору стран тоже и когда мы покупаем супермаркете супер зеленое что-то супер зеленое супер красное супер желтая быстрорастущая она тоже имеет стимулятор роста и никто не говорит что если это влияет на растение это не влияет на клетки на ведро на геноаппарат самого человека согласны и такие исследования не проводят а может проводили до нас не доносят и так далее и так далее поэтому стимулятор роста в пище имеет огромное значение вот я почему-то думаю что на самом деле вот в них стимуляторы ведут их и к избыточному весу в конце концов и к сахарному диабету ну уже во вторую очередь да последовало то есть я считаю что это наверное 50 процентов того фиаско которая сегодня происходит в обществе со здоровьем в плане амтологии и я считаю что каждый из нас должен позаботиться о такой форме выживания как контроль своей тарелки контроль своей тарелки какую пищу я сегодня потребляю есть извините у нас на фаршированную стимуляторами роста гормонами пищи и рассчитывать на оптимальное здоровье это понятно что это нелогично и неразумно поэтому обязательно нужно вот такой момент конечно предпочтение остается остается таким животным где-то чуть более экзотически как баранина кролика рыба выловленная в диких водоемах которые становятся все меньше да такой ресурс уменьшается ну если мы хотим выживать то есть кто будет об этом задумываться кто будет решать эти вопросы тот собственно говоря и будет выживать мало того сегодня у вас на вас лежит определенная ответственность понятно что каждый берет или берет на себя эту ответственность передадите ли вы эти знания в традициях семьи здесь раньше были традиции семьи там может быть как испечь так какой-то пирог испечь что-то еще да были какие-то определенные традиции вот и сегодня уже такая традиция должна правильная осознанное потребительство осознанное потребительство и как выбрать правильную пищу идем дальше есть также новые факторы которых не было еще там скажем таком количестве 50 лет точно не было 100 лет назад это канцерогенные факторы внешней среды ионизирующие излучение возрастло радио мобильные телефоны свч печи и множество другой аппаратуры которые мы раньше не были так окружены это настолько не оказывало воздействия я не знаю правда или нет буквально вот в течение недели я прочитал сообщение что правительство японии приняло решение в 2020 году полностью запретить использование свч печи до 2022 года по моему себя вводит это корея и нужная ну китай ну еще там пару пару я не знаю насколько это правда но такой информация столкнулся я думаю что она обоснована я опять-таки затем на что обратил внимание за последние 10 я случайно столкнулся только с одним таким домашним животным как таракан вопроса а если взять лет 30-40 назад все общежития поезда столовая не просто киши согласно посмотрите а что кто-то занимается особо травы таракана я думаю что это именно ту еду которую они едят столовых поездах поездах после нас и так далее не дает фактором размножения и или не выбирают плюс там мобильные телефоны да ну кто-то попал в локацию возрождения то есть раньше как кошку пускали домой да где это место выбрала там кровать ставили пока сейчас будем так новостройка еду поставили тараканом запустили если выжили значит здесь можно значит здесь можно жить если нет значит ищи плывая в местах где не будет выживать но почему почему бы нет все в природе как-то взаимосвязано может быть это надо записать и запатентовать неизвестно как обязательно с чем-то другим так канцерогенный фактор вот сюда также оттуда выхлопные газа автомобилей свинец и так далее ну вот у нас допустим нашей области запорожской есть две станции атомная и тепловая станция буквально недалеко от запорожья вот и знающие люди которые живут в районе тех станциями что тепловой станции радиации выше чем от атомной там где атомная контроль а там где тепловая там сжигают не контролируемый уголь с неизвестных территорий что там еще дополнительно сжигают еще большой вопрос ну то есть источником радиации вот другие загрязнения достаточно много но также есть такие персональные канцерогенные факторы как курение к сожалению я тоже пользуюсь пластиковой тарой хотя вчера рассказал давайте термос и до из нержавеечки и теплую воду и так далее это тоже был фактор один из факторов выживания ну тоже нужно перейти польза пластиковой тары не только колокия загрязняется мой там уделять пластиковые окна выделяют вещества которые кстати ведут не только такую интоксикации но в том числе я как врач в шоке гинеково имел информацию что там выделяются числа которые ведут тот же и бесплодие то есть на сегодняшний день если коснуться четвого слова бесплодия тоже такие шокирующие цифры если когда я заканчивал медицинский вуз и вот кафедре повышения квалификации врачей говорили что а на западе 11 процентов бесплодных парк ха-ха-ха а у нас вы помните беременели всей с любого повода количество родов и беременности было огромное количество на сегодняшний день статистика такая что польша что европа что украина 30 процентов бесплодных парк 30 процентов это огромное количество и давайте еще там как бы если покопаться то может быть и на самом деле еще позже обращались ну слава богу с помощью нутрициологических программ эти вопросы тоже достаточно успешно решаются и вопрос второй что на самом деле сегодня гинекология кушества гинекология принимает тоже нутрициологические протоколы для решения вопроса бесплодия витамин d и фолиевая кислота фалаты и так далее так далее то есть тоже над этим уже задумались и работает в этом направлении тоже сто процентов следующая следующий фактор это иммунный фактор иммунный фактор смотрите все что не отвечает адекватного генетического материала в организме то что наша иммунная система должна профильтровать и дать четкий четкий ответ этому есть вместо быть в организме или этого организме быть не должно его нужно либо сразу удалить его поделить на кусочки а потом удалить либо как-то трансформировать но все равно удалить дали хотя бы капсулирует то есть закрыть и рабочие пространство то есть это работа иммунной системы здесь больше работа специфической иммунной системы которая должна распознавать и в частности работа таких клеток как клеток киллеров которые будут выполнять такую функцию будет для этого сначала должна сработать другие клетки которые сначала распознают эти клетки онкогены и метит их особым образом а потом клетки киллером уже по меткам должны уничтожать вот конкретную злокачественные клетки то есть вот такая сложная достаточно работа иммунной системы скажите а если иммунная система загружена в этот момент большим количеством инфекций различных ну скажите из вентиляции есть вероятно что мы дополучаем грибочки есть 100 лет 200 лет назад люди часто собирались в таких залах они часто ездили в метро супермаркеты мысли понятно то есть наша система сегодня неадекватно высоко загружена инфекционными вопросами пыль который мы создаем количество хеликобактера туберкулеза который выделяется огромное наша система не очень много задач для того чтобы решать давайте и поэтому может буквально не хватать сил для того чтобы решать вот конкретные вопросы поэтому это уже скорее вторая часть согласно да а что делать кто должен отвечать за то есть которые привели к развитию процесса на пластическом процессе онкологического есть факторы которые должны теперь это почистить это все устранить и лиминирует понятно вот иммунная система эта система которая должна контролировать четко в нашем организме процессы и быть на высоте есть и статистика вот не догадался посмотреть каждую клетку может быть вот здесь нутрициолога много проходит программу к сколько каждую там минуту рождается много клеток и онкологически большой процент он как лет от рождается каждый день каждую минуту в нашем организме и вот клетки киллеры должны справиться с этой с этой работой где-то справляется где-то нет ну это уже ну тогда и развивается заболевание кстати попутно еще такой вопрос ну я опять-таки сталкивать знаете вот недавно столкнулся с такой с таким вопросом человек разговаривает на предмет здоровья тестирует то есть хочет ли человек заниматься здоровым интересует его прием витамины и минеральных опусов в принципе зарабатывает хорошо потому что знаю какой работой занимается то есть клиенты состоятельные зарабатывает хорошо в принципе это мой мой один из подрядчиков да то есть которым я плачу деньги спрашивают молодой человек как мне мне не было необходимости почему-то не понимали там падает или скажем так или просто отрицать это не было необходимости касаемо необходимости и оказывается у него жена на данный момент онкобольная но необходимости не было а мы недели только после операции и не до этого ну вот началось и как он считает что врачи виновата она простудилась а там где-то продула она пришла врача они там обнаружили груди вот там мастик начался воспаление в молочной железе вот вот из-за того что запустили воспаление вот результате через полтора месяца не опухоль конечно же нет конечно же нет то есть статистика такая что из одной клетки мутирующего превращающего кота который онкологию до клетки ой до опухоли размером два сантиметра два с половиной то есть грецкий орех когда она может определиться руками понятно что эти размеры молочной железы вот то проходит пять-десять лет среднем так пять-десять лет то есть молниеносные формы онкологии типа за две недели только с онкологии не таких форм самые такие быстротечные но это таки она может быть там какое-то время там полгода там до года она там медленно развивалась а потом дала дала какой-то бурный рост уже впоследствии вы поняли то есть онкология не развивается сейчас появилась клетка раз раз она выросла онкология там через три месяца через полгода это процессы годовые а теперь скажите если на процессе которые в течение там ряда лет мы хотя бы больше года год считается молниеносной формы не было точно визуально форма рака там шейки ничего не было было чисто шейка через год моментом тройку еще что-то будет молниеносная форма рака это исключение из правил неправильно вот длительный процесс скажите можно ли считать что этот процесс этот онкологический он является локальным или это болезнь организма это болезнь организма то есть в организме такие сложились условия длительные и вот те факторы которые я перечислял не значит что какой-то один конкретный фактор работал и вот он конкретный фактор сработал возможно там инфекция была возможно там и питание неправильно но один один из таких примеров одна из клиенток пациенток не знаю как правильно сказать перед раковом состоянии матки фармакологический реческ нам попала там полтора года занимается на одном уровне стоит процесс понятно осторожность высокая прооперироваться будет оперироваться не оперироваться чекала течение маточные ну начинаешь мне разговаривать а как вы питаетесь он я очень хорошо питаюсь хорошо как очень хорошо питать я покупаю самую лучшую куличка такой ну такая то есть она выбирает осознанно как самое лучшее питание как раз те формы буду назвала марку которую как раз и на слуху что они интенсивно используют симулятор роста в своем производстве этих птиц ну то есть и наша задача на сегодняшний день ведь не только говорить о каких-то конкретных базах этим людям нужно еще рассказать о питании что они не должны что они должны связаться своим телом какие дополнительно включить рычаги чтобы этого всего избегать хорошо то есть вот эти все моменты нужно выяснять прояснять а так конечно когда только поверхностно ты знаешь нас есть супер продукты где спасет от онкологии не поменял образ жизни не поменял питание количество потребляемой воды это на силачи и так далее такая чем поговорим то решить этот вопрос болезнь организма не представится возможно потому что условия для жизни организм не поменял мысль понятно идем дальше так по иммунной системе рассказал по соединительной ткани соединительной ткани какая есть сейчас такая вот уже не сейчас это уже будет стилет соединка на теория рака который заключается в том что основная часть онкологии это эпителий эпителий желудка ватки молочных желез протока молочных желез легкие кишечник то есть это наиболее частая форма рака который сейчас говорит ну даже те которые нечастые то есть основная часть это я бы сказал больше 90 процентов это произрастает из эпителия эпителий лежит на базальной мембране то есть растет эпителий и питается от базальной мембраны базальная мембрана это среднеотканное образование то есть раки находится образуется основная часть рака находится в полости полости протока железы полости матки в полости желудка кишечника легких мысль понятна то есть находится в полости контактирует с какой-то внешней средой и отделяет от организма базальными бран она является такими защитным кордоном таким забор через который опухолевая клетка у который начал размножаться она должна еще пройти смотрите опухолевая клетка находится в полости желудка на нее саляна кислота действует или нет действует значит что с ним должно произойти она тоже должна погибать в кишечнике в слизистой матке лежит на базальной мембране пришли очередные месячные что мы говорим о успевающей женщине что должно с ними произойти с этими клетками они должны отторгнуться в легких мы должны с мокротой от кашлять и это происходит пусть и понятно это один из факторов защиты так происходит в норме организм избавляется от этих клеток и только если вот этот опухолевой рост начинает побеждать проламывать стену базальной мембраны которые являются частью соединительной ткани вот только если она проламывает эту стену начинает раскрыть клуб и уже достигает сосудов лимфатической системы уже появляющая невозможность метастазировать и так далее так далее то есть дальше распространяться то есть средне тканная теория говорит о том что основным еще оплотом и средне ткань в таком ключе воспринимают как часть иммунной системы свой чужой понятно то есть она она должна тоже дифференцировать ну там уже подключать иммунные клетки это же другое но она тоже должна дифференцировать свой чужой и не пускать эти клетки повреждать и проникать вглубь базальной мембраны скажите если мы захотим определить у человека возможно возникшие вопросы с базальной мембраны какие-то могут быть средне ткань то есть повреждение средне ткани какие-то вопросы могут быть приведите примеры повреждения средне ткани человека что варикозное расширение вен правильный счет параллапсы клапанов да еще может быть парадонтоз тоже да согласен конечно грыжи еще что поражение суставов костной системы поражение костной системы еще растяжки на коже растяжки на коже прогрессирующая идея это все признаки повреждения средне ткань если они есть внешние проявления которые мы находим для нас это должно быть смотрите для нас это должно быть звоночком что наши базальные мембраны могут оказаться несостоятельны и угрозой онкопроцесса ловили нужно работать на цепи ткани нужно то есть вы подумаешь варикозное расширение успеет облить подружки морю немного хотят бороться неудобно остальное остальное так может меньше беспокоить потому что растяжки привыкли там подумаешь все что то то есть на самом деле это звоночек для того чтобы начать работать со соединительной ткани но у нас сейчас есть набор по средне ткани да только я там состава бы еще кое-что добавил я бы сказал что такой минимальный набор вот если что то если успеем значит мы проговорим о средне ткани тоже смотрите во главе угла стоит витамин c то есть именно дефицит витамина c идет парадонтозом и он сокращает время жизни эластичных коллагеновых волокон при дефиците витамина c срок жизни их в три раза меньше поэтому идет разрыв этих волокон мы этим еще можем увидеть как морщины преждевременные если преждевременные как морщины в том числе можем видеть тоже разрыв эластичных коллагеновых волокон и так далее то что перечислялось так значит витамин c во главе угла да второй продукт органическая сера м с есть шикарный ролик по органической серии много информации я прям тоже влюбился и это почти я стараюсь чтобы это был продукт а мы ежедневно пользуемся что так много концу я за раз понимаю что мы как-то много да ну все равно периодически что-то отставляю а включая серу мсм единственное что мсм должно быть соотношение 2 к 1 с витамином c будет важный момент я столкнулся что я сам это не так давно узнал то есть мсм работает присутствие витамина c без витамина c он часть функций своих выполняет скажу что все японии часть функций два к одному два грамма например мсм вот три таблетки мсм орехи санкета 3 таблетки дает 2 грамма 2 2 грамма нас там по 700 миллиграмм значит нужен минимум один грамм витамина c то ли там сливгарден то есть защитная формула то ли вы чем-то еще получаете там бутеркал витамина c еще чем-то получаете витамин c но вы следите чтобы было минимум два к одному с витамином c это сам хорошо 3 мсм 1 таблетка витамина c грубо на 3 таблетки мсм должна быть одна таблетка мсп витамина c если 6 мы принимаем значит две таблетки уже витамина c если 9 то 3 и тут же кстати и сахарный диабет и витаболический синдром то есть там очень-очень много показаний для мсм я сейчас не буду эти расшифровывать хорошо мне не хватит по каждому препарату каждому продукту дать еще отдельную характеристику дополнение расширения да вот такие мы точно не уйдем ведь уже свет за окном погас намекают следующий продукт посреди ткани это готу кола готу кола он стимулирует рост и следующий продукт волосы кожи ногти то есть продукт с доказанным количеством содержанием органического крепления но в целом я хочу сказать что органические кремнии присутствуют во всех травяных комплексах и альфа и красный клевер и то есть он там присутствует другого просто его там не тестировали мысль понятна но он там присутствует но самое высокое содержание органического кремния это продукт называется волосы кожи ногти HSN 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 так ну пожалуй по средней ткани я сказал все можно глюкозамин добавлять можно остеоплюс добавлять даже стоит Solstic Revive Solstic Revive ну чего из того же перечислил нету чего то нету HSN 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 так идем дальше так с этой тканью разобрались важные аспекты ремней можем на этот фактор влиять можем и нужно это в том числе наше качество жизни насколько мы активны красивой моды как мы хорошо выглядим в том числе так ну и я хотел бы чтобы мы вообще еще раз у меня такой пункт есть как онкологическая болезнь дело в том что представление что в этом месте возникла опухоль и мы сейчас химия лучевой терапии мы ее вырезали и мы ее задушили нет это болезнь всего организма и одновременно и описаны таких случаев и немало онкологические процессы могут возникать в разных органах в разных местах и так далее и так далее и для меня лично честно говоря большой вопрос вот то что называется метастазы это является в чистом виде метастазами или это является мультифакальным онкологическим ростом то есть многоочаговым онкологическим ростом понятно да то есть и так и так допустим поэтому отношение к этой болезни вот тут сейчас вырезали вот тут сейчас придушили там облучили и так далее и все вопросы ушел но к сожалению этот вопрос вот так не решается нужно глобально менять условия жизни всего организма как глобально менять мы вчера говорили 8 пунктов составления программы здоровья кстати мне сегодня подошли и спросили нужно все 8 пунктов сразу или один выбрать знаете тут можно и тут такой может быть ха ха конечно только один ну не нормально это нормальный вопрос потому что не все готовы сразу по 8 пунктам действовать ну как вчера Юрий сказал на 8 пункте физическая нагрузка внутренним словам интересна мы сейчас вернемся к онкологии оказывается что она тоже здесь нужна так значит онкологическая болезнь воспринимаем как болезнь всего организма а не только какой-то локальный проблем так есть еще а давайте так вот я сейчас немножко чуть больше остановлюсь давайте еще по факторам питания немножко да тоже очень важно скажите пожалуйста кто помнит лет 50 может 40 кому-то 30 как питались наши родители бабушки в зимнее время какими продуктами питания у них были квашеная капуста была лепа была нет лепа была другие кристоцветные были но это уже потом из него производные были квашеные капуста а квашеные продукты это какие ферментативные рас то есть содержит большое количество ферментов чего они содержат витаминов минералов и биологически активных веществ давайте так большое количество биологически активных веществ вот ферментация бактерии бактерии там живут и грибы дружественные нам да то есть которые обеспечивали при попадании в желудочно-кишечный тракт они там тоже заселялись и препятствовали размножению патогенных бактерий то есть смотрите какими нутрициологическими продуктами на самом деле раньше питались а сегодня извините нужно бифидо положить антиоксиданты положить витамины группы В положить ощелачить вы поняли да то есть сегодня чтобы компенсировать только ту квашеную капусту свекой нужно жменьку набрать по отдельности продуктов чтобы то же самое получить вот это очень важный момент но я бы хотел зацениваться на индолах то есть индолы которые входили в состав этих всех продуктов ну вот редька репа помните насколько там или печерышка капусты насколько они горькие были жгучие да запах было слышно издалека вот это есть как раз индолы которые окажут мощное противопухолевое действие и в кишечнике ну и дальше на весь организм то есть их на сегодняшний день в пище просто не стало бактерии которые тоже обеспечивали защиту кишечника от гнилостных бородийных процессов и так далее и так далее их тоже не стало клетчатки меньше стали потреплять то есть сегодня суфле пюре согласны макарончики и в частности например что такое мука высшего сорта то есть лишенная жиров лишенная нерастворимой клетчатки и так далее и так далее то есть на сегодняшний день это все продукты которые удалены из нашей пищи продукты которые как раз нас чистили защищали питали вот это все удалено осталось только набор калорий и вкусов вот вкусами нас балуют калорийами тоже да сахарами остальное все у нас забрали вот наша задача в нашем питании как то что мы питаемся со стола так и с помощью специального питания или НСБИ скажем так вчера говорили коктейли то что я перечисляю восполнить дефициты питания в вещах только такой путь постоянное восполнение он удаст здоровье ну давайте немножко чуть больше расскажу про индолу давайте как раз подошло время немножко больше рассказать про индолу ну первое о чем я познакомился с индолом в свое время это было его эффективность при папилломовирусной инфекции значит индол работает два механизма основные которые я запомнил как работает индол то есть он непосредственно непосредственно препятствует размножению уже инфицированной клетки дальнейшее размножение вируса первое и второе он маркирует поврежденные клетки маркирует поврежденные клетки и в результате клетки киллера легко легче находят поврежденные вирусы клетки легче их уничтожают важны два механизма важны да третий механизм индола связан с антиэстрогенным действием то есть он индол по своей природе является слабым эстрогеном и эстрогеном можно выделить следующей активности это методическая то есть та которая ускоряет деление клеток чем больше например эстрогена у женщин тем обильнее месячные тем ну вероятно то есть при одинаковом статусе генетическом больше эстрогенов больше будут вторичные женские признаки и так далее там грудь может подкожно-жировая клетчатка развиваться и так далее то есть это тоже зависит от количества эстрогена это то есть это называется методическая функция а есть еще пролитеративная то есть а есть еще анаболическая поддержание обмен обменных процессов помните вы говорили высота слизистая вот этих клеток слизистой насколько вырабатываются защитные железы вырабатывается защитная слизь на поверхности и так далее метаболическая функция то есть насколько женщина с гормональным хорошим статусом мужчина по слову женщина по слову будет более активно будет больше энергии никакие инфекции присоединяться не будут никакие стрессы не будут волновать то есть она будет легко это все преодолевать это тоже гормональный статус за это отвечает вот ну и третья функция вот эта методическая можно сказать это пролиферативная вероятность того что клетка под воздействием гормона может превратиться в онкогены не только гормоны но и других повреждающих факторов вот это важно понять не только гормон но и другие повреждающие факторы то есть насколько вероятность она превратится в онкогены так вот индон имеет ну скажем так условно чтобы вы понимали коэффициент 1 к 100 по отношению к эстрогенам к эстрадиолу основных гормонам женским и к метаболитам которые ведут заболевания женской половой сферы раку молочной железы и так далее гормонально активно а при этом поддержит метаболическую функцию то есть при этом клетка живет железы выделяют секрет то есть все она делает хорошо практически так же как и при наличии вот и других высокоактивных астрогенов я мысль смогу донести для вас да то есть эндок поддерживает обменные процессы и фактически не является с точки зрения обменных процессов антиэстрогенов с точки зрения обменных процессов она поддерживает обменные процессы в организме поэтому она не будет снижать эффект выработку эстрогенов то есть выработка эстрогенов замечательно меня поддержали хорошо то есть она не будет снижать выработку эстрогенов в организме, но она будет уменьшать влияние эстрогенов в плане развития онкологического процесса. То есть она присоединяется к рецепторам эстрогенов первое, то есть у нее есть такой приоритет, присоединение к рецепторам эстрогенов и уже не дает к рецепторам эстрогенов и стадионам, астрогенов. Надеюсь, я донесу информацию, если что, записи пересушайте тебя за я просто понимаю что то есть поэтому это еще один еще один защитный механизм интола антиэстрогенное действие и есть еще один механизм до еще один механизм гола есть это метаболически то есть через печень у елены бахтиной есть прекрасный курс поэтому она говорит об этом все-таки найдете в нем записи более подробно со слайдами в нашем организме вот эти все на биотике то есть те которые ведут к онкологическим процессом они в результате работы печени могут дальнейшие метаболиты могут эстрогены частности в том числе могут пойти по трем путям один нормальный путь один профилитивный пролиферативный тот который ведет доброкачественным образованием и третье онкогены вот индол присутствие индола в организме ведет метаболизм и разрушение ксенобиотиков по нормальному пути то есть по обычному по безопасному для организма пути выделения токсинов донес мысль то есть индол присутствие индола в организме ведет разрушение токсических веществ в организме печени по безопасному пути в ней вот присутствие идет пролиферативное либо онкогены и это цитохромы то есть это вещество называется цитохромы и вот вы если возьмете лекарственные препараты то на многих из них там написано блокирует функцию цитохрома b450 или еще каких-то таких-то цитохромов каких-то подвидов вот врачи наверное чаще читали аннотации и поэтому они там могли могут вспомнить такие надписи то есть вот эта блокировка фарм препаратов цитохрома назначаются они соответственно фарм препараты совершенно по другим основаниям там психиатрическим каким-то депрессией лечат антибиотики и так далее так далее то есть нужно просто читать в аннотации на самом деле запускает метаболические процессы в организме на онкогенный путь это тоже ненормально мы не ждем потвоха мало того что из пищи индолы ушли но еще и появляются корректоры под видом лечения которые запускают нас путь онкологии что тоже является ненормальным так поэтому индольчик нужен но есть такое дополнение маличка я знаю что вы знаете но скажите вот так разжевать это интереснее чем просто про препараты то есть на самом деле понимаешь что нужно делать то есть из этого уже можно самому составить свою карту маршрута работы где нужно стелить соломку где мы дорабатываем каждый из нас какой-то области не дорабатывали каждый из нас уже может понять что именно ему нужно добавить чтобы вот так вот индола работает еще в комплексе с омегой 3 из кислорода а где взять кислород да сейчас ну хорошо вы выпилить чуть кислорода но правильно физическая нагрузка оксигенацию организма нужно производить это вчерашний восьмой пункт составления программы по тринадцатую причем по наружной вот как раньше вот так мы как там мы мы не плотники а мы монтажные это сотники да вот можно конечно более щитящие методы не обязательно в кошках в костюмах преодолевать но как я просто смотрите сколько у нас поводов заняться физически адекватно физическое нагрузка очень много будет один из них это противоксико онкологии что да сейчас еще чуть-чуть я может быть упустились в механизмах это межкеречная пространство и еще хотел сказать кислород и это смотрите какую какая статистика по анемии в россии не читали анемия у детей огромная статистика может быть сами сдайте анализ вы посмотрите вот то есть анемия снижение уровня гемоглобина а соответствующие и железо которое тоже ферменты и так далее и так далее работает тоже является фактором который ведет к развитию онкологии и будет прекрасно и такой человек с анемией да вы облучаетесь облучаетесь он живет его клетки живут на бескислородном режиме в ткани а бескислородный режим это как раз режим развития опухолевых клеток нормальные адекватные клетки требуют много кислорода цикл клепса показывали вам выработку энергии и так далее нужен кислород анемия это еще один из факторов поэтому проследите пожалуйста чтобы у вас у ваших близких не было такого дефицита по гемоглобину по железу и так далее и так далее откорректируйте эти вопросы хорошо да так то есть нам нужно витамин d3 прокорректировать гемоглобинчик откорректировать обязательно обратить внимание что еще откорректировать вес надо откорректировать вес для корректировки метаболического синдрома четыре основных минерала моей лице по метаболическому синдрому прочитаю послушайте но это кальций магний цинк хром четыре минерала для коррекции метаболического синдрома но остальное тоже так идем дальше индол смотрите с точки зрения профилактической индол я лично принимаю месяц принимаю баночку по 1-2 раза то есть я не увеличиваю дозировку и где-то через месяц через два я повторяю особенно в зимнее время ну смотрите локла тоже считается локла содержит индол меньше в количестве меньше в но садись идут вопросом типа что вчера вы хотите получить в виде коктейля или века но коктейль с корицей какой-то что вам приятнее либо себе сделать заменить пищу может быть уйти в минус вес выпить коктейльчик или по быстренькому карты никогда локла делать карсула проглотил и так далее смотрите даже если вы будете принимать индол не систематически это тоже считается то есть не значит что если там пробили дни 5 а потом забыли или бежите о капсула и долл а я уже 3 дня не принимал а я не систематически не будет работать будет работать тоже будет то есть индол можете принимать забыли вспомнили испугались еще раз примерно так и еще у нас скажем так это состояние межклиточное пространство то есть это лимфодренаж это энзимотерапия вот протаза плюс давайте я расскажу про свою новую методику энзимотерапии вот это не считаю очень важно потому что я устану разжевывать индивидуально а вот сразу назад это будет очень хорошо я уже вчера говорю то есть я люблю заниматься спортом для вчера стать успел посетить тренажерный зал закончил я без 15-11 уже ночи вот до звоночка так сказать успел важную программу выполнить конечно не получилось там всю программу но важную программу выполнить чем чрезвычайно довольны и после таких тренировок я перенагрузил колено то есть у меня была раньше травма перенагрузил колено я вернулся домой ночью проснулся но был чрезвычайно довольна тренировки но ночью проснулся от сильной боли в колене причем настолько сильная боль что я думал боже неужели придется принимать там какие-то нестероидные противовоспалительные спать положить много невозможно ты фона мазал они там всю ночь и мазал мазал вот пять утра где-то это пяти утра вот так проснулся встал пошел принимать протеазу так будем убирать затек очищать межлеточное пространство и так далее сеть там разорванные волокна если там где-то что-то есть там связки и так далее в общем три капсулы протеазы хлорофилл там столовая полторы столовые ложки метрисами литров воды выпил поставил таймер дамы такие часики с таймером поставил через час то есть помните да там час минимум нужно ничего не кушать можно пить воду и там с хлорофиллом можно состыки можно покрывать в в общем через час из-за того что 300 метров воды я выпил и тут часы мне еще подбудили дополнительно вот в постельке то полежал вот я встал второй раз вот и думал на колено болит думаю надо протеазу но иногда при большом количестве протеаза если не допиваю недостаточное количество воды у меня печет желудок я предупреждаю кого-то тоже можно такое есть вот у меня такое ощущение бывает особенно если еще факторы были закисления организма то сто процентов тогда я по одной капсуле не больше я выпиваю две капсулы и забиваю замброзы тоже грамм 50 миллилитров 50 замброзы на 300 миллилитров воды выпиваю ставим таймер еще на час через час я по двум причинам просыпаюсь таймер еще одна вот много воды да вот просыпаюсь иду пить третью порцию протеазы и я понимаю боль уменьшилась на 70 процентов только протеаза я ничего ты фото мазал и протеаза вот в таком режиме и опять вожусь спать опять вожусь спать собственно говоря когда я в этот день уже встал то есть у меня полевой эффект уменьшился на 80 90 процентов на сегодняшний день у меня давайте как у меня вот не знаю как у кого вы знаете что протеаз нужно принимать натощак это два часа после еды потом час не есть у меня так не получается я не знаю как у кого но у меня обязательно либо коктейльчик там какой-то деревню там либо что-то такое вкусненькое зацеплю я понимаю что потом спортзале это дожигают а ну там супчик кашка мяско яйка творожочек какие-то перекусывания бесконечные в общем не получается не могу себя поймать в тощиковом состоянии если если даже такой бумажный я раз так опа два часа не ел ну что я могу купить по тазу это что и целый час поэтому я не могу себя лишать радости поэтому я вот этот механизм например ложишься спать и ты оп два часа не ел уже это хорошо ложишься спать выпиваю протеазу запиваю большим количеством воды готовлю очередную порцию протеаза там хлорофилл или замброза ложусь спать ночью встаю по понятным причинам выпиваю протеазу хлорофилл ну то есть у меня лично дощиковый прием это только в ночное время ну я вам рекомендую а ну вот смотрите получается три приема три приема и максимально я принимал по три капсулы раз в день то есть вот через час через час через час то есть я тогда точно в тощиковом состоянии вот часов до десяти утра я еще удержать могу вот потом уже сложнее потом пошла коктейльчики и всякие бизнеса нет может быть правильно например 3-4 яйца грамм 50 100 творога с лучком стоматиком вот такой завтрак протеиновый на хорошем оливковом масле тоже пожирного то есть это вот такой хороший завтрак так про протазу запомнили вот у меня такой эффект есть я ну я периодически травмируюсь поэтому я это повторяю попробуйте потому что там да я вот еще что при онкологических программах я разговаривал с другими врачами директорами в инспекте там то какие программы используем использовать до 6 капсул протеаза 3 раза в день я правда честно не представляю как 6 капсул употребить и чтобы не было побочного эффекта мы увидим в виде изжоги не просто мест с подросткового возраста изжога поэтому это мое слабое место по латы называться локус минорис и здесь пятиси место жил до вот место моего наименьшего сопротивления в организме вот поэтому но порекомендуйте вот такую форму и побольше воды потому что можно закрывать большим количеством воды он тогда она всасывается в желудочно-кишечном тракте попадает в межклеточное пространство выполнять функцию максимально эффективным образом протаза энзимотерапия является обязательным обязательным элементом у онкобольного обязательно омега-3 сообщений много потому что она действительно работает в профилактике онкологии каким образом еще омега работает через противораспалительные эффекты лекции тоже знаете да уже информация вводить так что из омега-3 образуются просто гландины которые оказывают грудно-воспалительный эффект в тканях омега-6 стимулирует воспаление омега-3 вырабатывает просто гландины которые подавляют воспаление в ткани поэтому омега-3 является обязательным продуктом как в терапии скажем так в терапии условно говоря если для тех особенно у кого есть хронический воспалительный процесс то есть без омега-3 побороть хронический воспалительный процесс ну это нереально если рассматривать атерослироз сосудов сосудистые нарушения как один из факторов воспаления сосудистой стенки стенки с последующим восстановлением вот таким то это тоже хроническое воспаление поэтому понятно почему омега-3 один из важных продуктов сердечно-сосудистой системы в кардиологии так вот детоксикации какие продукты еще для детоксикации нам очень пригодятся все что нужно до печени все что нужно до печени в том числе такой продукт как брест комплекс мы о нем говорили да очень люблю как антиоксидант продукт именно и противовоспалительные профилактика онкологии гриппайн гриппайн у нас есть даже наш доктор заведующий кафедрой иммунологии в одном из онкоучреждений то есть она проводила исследования на больных группа говорят две группы так как все равно селка больные шли через иммунологию через иммунограмму она заведующей кафедрой и лабораторией логической вот часть людей хотела принимать гриппайн то есть они получали информацию часть людей принимала гриппайн часть людей не принимала гриппайн а протоколы лечения одинаковые вы поняли да то есть она не вмешивалась протокол лечения она только лишь рекомендует и с ее точки зрения гриппайн один из мощнейших онкопротекторов и всего было там одна-две таблетки в день то есть не было никаких гипердоз но кстати по рекомендации вот директор центра ортомолекулярной медицины он рекомендовал до восьми таблеток гриппайна в день это считается адекватная даже профилактическая доза до восьми штуки ну я такие дозировки честно я не использую я использую три уже больше года то есть у меня ежедневный прием гриппайна три штуки в день больше года может быть больше двух лет я просто какой-то момент принял решение сначала одну докидывал день потом ну что это попало ну не попало там гриппайна сразу на два дня себе спал заботы на всю поесть каждую закинул кашу маслом не испортишь вот это я про пять жиров так про гриппайн сказал про печень сказал детоксикация что она получила вы даже знаете о коме гриппайна вот она получила что те больные которые используют гриппайн они во первых они имели лучшие показатели по поздному мозгу то есть показатели лейкоцитальная формула гемоглобин у этих больных на фоне химии лучевой терапии сохранялся лучше что это позволило это позволило что часть больных которые не принимала гриппайна были сняты с протокола дальнейшего химии лучевой терапии в результате вероятность провисления процесса у них был выше и плюс качество жизни ниже побочный эффект и так далее а вот те которые принимали гриппайн они закончили свои курсы лечение стандартного лечения и соответственно процент выздоровления после лечения значительно выше той категории которую сопровождали лечение всего лишь добавлением гриппайна ну не всего лишь а добавлением гриппайна стандартном лечения понятно это как вы считаете это важно на людей это важно да она он давайте я не буду бронюацию ребенка сейчас хорошо меня осталось буквально 1-2 минуты закончить можно можно почему нет можно и нужно все так иммунитет как у нас как у нас основной продукт по иммунитету защитная формула важный продукт по иммунитету защитная формула вторым по иммунитету является печень в ответственности за иммунитет печени. Третья в ответственности за иммунитет адекватное количество белка. Потребление адекватного количества белка, договорились? Вот так чтобы вы понимали иммунитет. Защитная формула все что для печени, адекватное потребление количества белка. Таким образом мы закрываем вопрос иммунитета. Хочу перечислить в конце продукты которые используются в программах для программах по онкологии. Перечисляем? Продукт номер один за номинированной компанией – это Пау-Пау. Сейчас он в новой дозировочке. Не буду рассказывать, почему в новой дозировочке, почему именно так. Все это можете найти в материалах компании или через своих лидеров, директоров. Важно, что новое, то, что сейчас пришло в информацию о компании, что он может и спросить даже в профилактических целях. Ну, с учетом, да, новое почитайте на сайте, то есть они дают эту информацию. Особенно, я думаю, что те состояния, которые не являются подтверждены в онкологии, но предраковые состояния. Ну и сегодня настолько онкоосторожность, это называется, в общем-то, даже как диагноз может звучать, канцерофобия. Вот, то есть сегодня настолько высокая онкоосторожность, то есть с точки зрения успокоения, то да. И он тоже идет как иммуномодулятор. То есть он тоже идет как продукт, повышающий защитные свойства организма. Так, знаменитый мир на сайте. Пожалуйста, почитайте об этом. Так, Пау-Пау, проговорили. Да, по 2-3 раза в той дозировке, что сейчас. Можно пытаться повышать дозировку. Верхняя дозировка считается тогда, когда человек начинает чувствовать побочные эффекты Пау-Пау. Там, тошнота, там, ну, да, какие-то диспетки, ну, какие-то уже начинают себя плохо чувствовать, снижение работоспособности, энергии. Это уже создано такие высокие концентрации Пау-Пау в организме, что они уже работают не только на быстро растущие онкоклетки, и уже воздействуют на обычные клетки организма, что ведет, ну, такое нарушение состояния. Так, индол, мы с вами говорили, плюс омега, плюс кислород, да? Напоминаю, плюс кислород, очень важно, физическая активность. Дальше, хлорофилл. По хлорофиллу тоже проводились исследования, насколько я помню, в Японии, там определенные... Одних поили хлорофилл мышей, других не поили хлорофилл. Те, которые с хлорофиллом выжили после лечения, те, которые без хлорофилла не выжили. Ну, я просто вам даю такую информацию, краткаю и все. Следующий продукт, по ударкам. По ударкам тоже есть информация, что... Да, Пау-Пау не сочетается на сегодняшний день по информации только с коферментом ГИС. С витамином С можно. Ну, я, может быть, там, не злоупотреблял жироствореного витамином. Просто не злоупотреблял. Обычной дозировки, пожалуйста. Там, может быть, не суперрисотка. Ну, то есть, четкое противопоказание только коферменте действий. Он будет нивелировать действие по удару. Понятно, да? Так, хлорофилл сказал по ударкам. По ударкам тоже есть опыт применения, там, 12-15 и больше капсул на один прием. Капсулы высыпаются в чашечку, заливается водичка, размешиваются и выпиваются одним... Глотками, пропиваются глотками это количество. Три раза в день. Такие дозировочки используют. Еще один продукт – Е-чай. Е-чай, тоже о нем можете почитать, есть отдельная брошюрка, используют именно, ну, акцент на онкологию кишечника, желудочно-кишечного тракта. То есть, такое специфическое действие. Также он является хорошим противооспалительным средством. Не нужно ждать онкологии, чтобы пить Е-чай. Это просто как напиток, вот, каждый вечер. Это лимфодримирующее действие, очищающее, детоксицирующее, антиоксидантное действие. То есть, Е-чай сам по себе прекрасный напиток. Не пейте, не ждите, пока будет онкология, чтобы попробовать Е-чай. Попейте его просто как чай. Но вечером он меня тонизировал. То есть, я попробовал пить вечером, у меня потом бессонница. Вот он меня так, конкретно так, мне так, бодрит. Кстати, да, пожалуйста, глотайте капсулу. Мне вкуснее в виде чая. Кстати, пробуйте все наши продукты, которые в капсулах, если они не с перцем, пробуйте их попить в виде чая. Только не заливайте там буквально кипятком, а заливайте чуть горячей водой. Как травминой чая? И натощак. Очень многие продукты будут работать просто великолепно. Так, еще кошачий кокоть. Кошачий кокоть тоже акцент. Вообще на все объемные образования, но кошачий кокоть тоже эффективно работает с толстым кишечником, и не надо ждать какой-то проблемы, чтобы пить кошачий кокоть. Из-за того, что там есть астрогал, хироцей и кошачий кокоть, у меня кошачий кокоть идет в профилактике онкологии точно так же, как эндол. Я пью то эндол, то кошачий кокоть. Тем более астрогал, что делает еще? Удлиняет теломеры. Удлиняет теломеры, продлевает жизнь. Поэтому кошачий кокоть как антиэйдж терапия используется. Можно использовать. Ну, по крайней мере, я его к этому понимаю. Что? Вот вопрос стимуляции иммунитета. Вы знаете, недавно у нас был такой разговор про иммунитет с одним из партнеров. Я, к сожалению, должен констатировать такой факт, что, на мой взгляд, абсолютно большинство врачей не понимают, что такое стимуляция иммунитета. Для того, чтобы понимать, что мы стимулируем, а что мы не стимулируем иммунитета, нужно все знать от костного мозга, от того момента, как материнские клетки, да, по-польски, там эти коммунки материнские, так сейчас, стволовые клетки, стволовые клетки делятся на ликоцитарный, эритроцитарный росток, и вот там их дифференцировка постепенно идет. То есть нужно знать все вот эти, и вопрос, на каком уровне дифференцировки идет симуляция? И сразу приехали, да, называется? А в этом не разбираются, ну, по большому счету, никто. Никто не знает, как это работает. Поэтому понятие, давайте так, в нутрициологии, давайте так, в нутрициологии компании НСП, я рекомендую забыть про термин стимуляция иммунитета, хорошо? Есть один понятие, одно понятие, накормить иммунные клетки. Им нужны антиоксиданты, им нужен цинк, им нужно серебро иммунным клеткам, для того, чтобы реализовывать свои. Им нужно вырабатывать перекись и так далее. Им нужны мембраны, через которые они должны плодиться. А что такое плодиться? Это создавать кожу для этих иммунных клеток. Это мембраны, это нужны жиры. Понимаете? Давайте в рамках НСП забудем такое слово, как стимуляция иммунитета. Хорошо? А есть питание, восстановление иммунитета. Благодарю, что поддержали. На этом для меня, у меня для вас хороших новостей, ну, достаточно, может быть не все. Благодарю за внимание. Длительное продолжительное счастье, и вам хорошо. Спасибо. Спасибо.